Привет! В этом выпуске я расскажу вам о необычных явлениях, созданных природой. Эти природные явления крайне редки, и увидеть их настоящая удача. Начнём! Огненная радуга Огненная радуга — это редчайшее атмосферное явление. Этот оптический эффект в научной среде носит название «округлая горизонтальная радуга» и образуется лишь тогда, когда Солнце находится очень высоко в небе, под углом к горизонту более 58 градусов. Кроме того, плоские шестиугольные кристаллы льда в облаках должны располагаться горизонтально по отношению к поверхности Земли. Свет, проходя через высокие легкие перистые облака, преломляется, словно через призму, благодаря чему мы можем любоваться этим потрясающим зрелищем. Огненный смерч Самым красивым и изящным огненным явлением, которое создаётся при помощи вертикальных вихрей, является огненный смерч. Однако не стоит забывать, что удивительная красота этого природного явления одновременно таит в себе опасность и разрушение. Это природное явление можно наблюдать в огне, либо горящем лесу, где зарождается торнадо, скорость ветра которого свыше 160 км в час. Это достаточно редкое явление, которое одновременно великолепно и трагично. Песчаные бури Естественные явления, как песчаные бури, довольно типичны для некоторых районов Земли. Песчаные бури создаются при помощи сильных ветров и штормов, которые преобладают в пыльных районах с засушливым климатом. Во время таких бур частички песка подхватываются сильными ветрами, которые ускоряют их движение в атмосфере. Одни из самых известных мест, где можно наблюдать подобные природные явления, находятся в Северной Африке, в пустыне Сахара, а также в пустынях Азии. Это явление без преувеличения можно назвать удивительным. Вместе с тем свирепые штурмы довольно опасны, поскольку небольшие частички песка проникают практически всюду. Брайникл или палец смерти Это очень необычное природное явление, которое известно ученым уже 30 лет, но заснять его удалось лишь в 2011 году в съемочной бригаде BBC. Если объяснить это природное явление простым языком, то это просто очень холодный соляной раствор, просочившийся сквозь толщу льда и устремляющийся ко дну. А так как он имеет очень низкую температуру, то он замораживает все вокруг, включая морских звезд и других живых существ океана. Субтитры создавал DimaTorzok Кровавый дождь В индийском штате Киралии с 25 июля по 23 сентября 2001 года начал периодически выпадать дождь красного цвета, который сразу назвали кровавым. Многие люди заговорили о проклятии или надвигающемся конце света. Но все оказалось гораздо проще. Причина окрашивания дождя – красные споры местных водорослей, которые находились в дождевой воде в виде суспензий. Впрочем, кроме кровавых дождей существуют и более необычные дожди. Например, рыбный дождь. С неба в прямом смысле падают рыбы. Так уже было несколько раз и в Гондурасии, и в Таиланде, и даже в Греции, а совсем недавно и в Иране. Объясняется это тем, что торнадо, проходя через водоемы, всасывает в себя их содержимое вместе с рыбами и лягушками. А потом они падают на улицы, дома и на головы местного населения. А люди собирают их урожай. Ребят, я создал телеграм-канал, на котором показываю видео о последних катастрофических событиях. Таких, как недавний мощный торнадо в США, град гигантских размеров и ураганы в Китае. Про различные необычные видео про животных, есть посты про мистику, например, какая-то странная молния. И многое другое. Прошу вас подписаться и заценить канал. Отписаться всегда успеете. Ссылка в описании и в закрепленном комментарии.